В сфере пожарной безопасности есть своя группа риска, так называемые асоциальные личности. Такие могут и в постели закурить, и кастрюлю забыть на плите. А пострадают ни в чем не повинные люди, их соседи. В четверг с утра пораньше сотрудники госпожнадзора вместе с участковым решили посетить самые злачные квартиры и проконсультировать маргинальных жильцов. Им необходимо напоминать про правила пожарной безопасности, ну и смотреть на проводку, обращать внимание на их. Ну, в основном у нас все пожары происходят по вине людей. Основная причина – это алкоголь у нас. Таких людей это нередко случается. Приехав по первому адресу, инспекторы застали такую сцену у парадной. Пройти мимо участковой просто не мог. Участковый по молочной полиции, Канин. Вы пиваете? Нет. Что у вас там в пакетике? Яблоки. Яблоки в лучшем. Яблоки. Выкручиваете? Ага. Вы знаете, что нельзя выбивать на улице? Знаем. А что у вас там? Не надо меня снимать, ничего не надо. Киркоров шумит. Вы с открытой тары прибываете в общественном месте. Сейчас на вас будет составлен административный протокол. Цены. Не знаю сейчас. Так? Просто новую. Мне что-то есть сказать. Мужчина. Да. Вы меня слышите? Хорошо. Банкет пришлось быстренько свернуть, а делегация смогла приступить к непосредственной цели своего визита. Здравствуйте. Выкручиваем кто? А вы кому? Вот. Что у вас все так продолжается побойки? А? Жильцы квартиры у полицейских давно на карандаше. Их посещают регулярно. Вот и сегодня. Все те же, все там же. Всего 10 утра, а аудитория уже не в состоянии воспринять увещевание инспекторов. Придется прийти в следующий раз. За другой дверью другие проблемы. Правильно, правильный запас вы знаете, соблюдаете? Да. Постель не курим. Постель не курите? Вот. Когда выпиваете, тоже как-то аккуратно, наверное, с сигаретами, да, старайтесь? Да, стараемся не курить. На сигарете денег не хватает. Как у вас колонка, плита работает? Нет, газ отключен. Вообще нет? Вообще нет. Понятно, вы практически в безопасности, можно сказать. А от электричества вас отключили тоже? Тоже. Ни воды, ни газа, ничего нет. Но, по крайней мере, в плане профилактики пожаров условия здесь самые благоприятные. Но только до тех пор, пока квартиру вновь не подключат к коммуникациям. Дом по улице Менделеева. Перекрытие деревянное, каждая искра, потенциальный пожар. Стучимся в седьмую квартиру. Здравствуйте. Участковый. Хорошо. Диалог с хозяином этой квартиры удался. Проводка в квартире вроде бы исправна. Мужчина не курит, технику пожарной безопасности знает и старается не нарушать. И что, ну? На этой плите готовите, да? Да. Питаты исправны? Да. Недавно проверили. Отлично. Пищу на плите не оставляете без присмотра, пока разогреваете? А кто возьмет? Нет, дело не в том, что кто возьмет, кто не возьмет. У нас из-за этого очень часто пожары случаются. Адрес последний по порядку, но не по эффектности. Соседи уже знают, в какую нехорошую квартиру идут инспекторы. Дверь открыта, хозяйки нет. Ее жилье облюбовала компания молодежи. Здесь пьют и веселятся. Внутри мошки, грязь и характерная вонь. Лекции о пожарной безопасности тут явно бессильны. Хозяйкой и ее визитерами предстоит заняться полицейским, пока весь дом не пострадал от таких вечеринок. Наталья Романова, Андрей Смиволков, РТВ Иваново.